Для современников главное это встреча и общение с ветеранами Великой Отечественной войны. Именно они расскажут молодому поколению всю правду о силе духа русского народа, который победил фашистов. Накануне праздничной даты удалось записать интервью у ветерана Антонины Филипповны Гордеевой, которая в следующем году будет отмечать 95-летие. Вот что она рассказала о своей судьбе. Антонина Гордеева знает о войне не по рассказам родственников, она ее непосредственный участник. В 41-м году ушла на фронт после 9-го класса, как и еще 15 мальчишек-одноклассников. Из них вернулись домой только двое, но их уже нет в живых. Сама Антонина Гордеева всю войну прошла в составе 31-й армии и участвовала в освобождении Калинина. Она приближала победу, спасая раненых, солдат и офицеров. По двоих суток не отходили от перевязочного стола. Одного уносит, второго. Что-нибудь нам санитару дотопить, чинюшку сюда пить, не только осетку. В январе Антонине Гордеевой исполнится 95 лет, и она по-прежнему активно участвует в жизни областной столицы. Уделяет особое внимание воспитанию молодого поколения. В канун 16 декабря, в день освобождения Калинина, Антонина Филипповна принимает гостей. Власти города пришли поздравить и сказать слова благодарности. И по словам Людмилы Хоменко, такие встречи уникальны. Об этом она будет помнить всегда. Антонина Филипповна всегда ходит в наши школы, общается с нашими школьниками, рассказывает о событиях тех лет. И это уникальная возможность для нашего подрастающего поколения услышать правду о тех событиях из первых уст. Телеканал Тверской проспект желает Антонине Филипповне бодрости духа и крепкого здоровья. А в ее лице всем ветеранам-освободителям.